Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции в руках следующее. Воспорение слизистой оболочки носа. Это очень болезненное чувство и состояние. Почему? Потому что прежде всего нарушается дыхание. И человек начинает что? Неправильно дышать вследствие чего? У него начинает, скажем так, я скажу со своего практического зрения и опыта, что прежде всего головной мозг начинает страдать. Как ни странно это звучит. Сужаются носовые ходы. Это первое. Образуются аденоиды. Ну и конечно же забивается, что гаймеровые пазухи. Здесь мы традиционно скажем, что нельзя только с помощью точки П1 джунг-фу, которая показана при всеразличных воспалениях слизистой оболочки носа, навести порядок в носу. Почему? Ответ традиционный. Мы читаем лекции согласно восточной медицине. Восточная медицина, что нам повествует? Состояние 12 меридианов. Причем здесь меридианы и такая банальная, скажем так, заложенность носа. Сужен носовой ход. У человека проходит, он не может вдохнуть нормально. Образуется аденоиды. Причем здесь меридианы. Но когда вы внимательно посмотрите, как проходят меридианы, что они контролируют и как они простираются по нашему телу, то вы увидите, что меридиан желчного пузыря контролирует гаймеровые пазухи. Меридиан толстого кишечника контролирует гаймеровые пазухи. Меридиан желудка контролирует гаймеровые пазухи. Меридиан тонкого кишечника контролирует гаймеровые пазухи. Пожалуйста. Меридиан печени контролирует нос гаймеровые пазухи. Сердце точно так же. Вот уже 6 меридианов мы назвали, которые контролируют нос. Здесь мы не учитываем передней средины и задней средины, которые также контролируют и гаймеровые пазухи, и носовую часть, носоглотку, и не только. Поэтому, пожалуйста, здесь необходимо знать и понимать Если у человека нос проблематичен и частенько воспаляются слизистые оболочки носа Проведите диагностику 12 меридианов, 6 или 7, которые контролируют нос А уж потом делайте выводы Но прежде всего, как всегда, при воспалении слизистой оболочки носа Нужно знать, откуда это пришло воспаление Постараться промыть весь нос в целом Простой водой проточной, холодной Это снимет, то есть, помните, вода снимет любые воспалительные процессы Даже если это процесс инфекционный А уж потом, пожалуйста, восстанавливайте данные меридианы Которые вы услышали в этой лекции А то меня частенько упрекают, многие говорят, что вы что-то не договариваете Вот что мы сейчас не договорили? Мы сказали вам, приоткрыли вам полностью То, что вам не напишут в китайских учебниках по акупунтуре Сразу вам говорю И точка P1 джунг-фу Данная точка тонизируется Помните, она находится от очага болезни Чуть дальше Потому она что? Отдаленные точки тонизируются Вследствие чего, что тем самым вы снимаете Воспалительные процессы слизистой оболочки носа Но это не значит, что вы привели Те меридианы в норму Которые контролируют нос Подсказка вам в помощь Спасибо за внимание